Гнотисе Аутон – «Познай самого себя». Две тысячи лет назад эти слова были начертаны на фронтоне храма Аполлона в Дельфах. В начале XX века лауреат Нобелевской премии, академик Павлов, назвал их заповедью, которая захватывает всё в жизни человека. Научные знания о человеке, объекте медицины, со времён Павлова изменились фундаментально и уже не вмещаются в рамки традиционного медицинского образования. Проблема дробления целостного знания на фрагменты описывается в разных культурах метафоры «слон в темноте». Поднимется ли медицина на новый уровень, если её ввести в контекст современных знаний о человеке, полученных антропологами, генетиками, нейробиологами и психологами? Природа человека сквозь призму наук о человеке в авторской программе «Медицина в контексте» с Мариной Аствацатурян на Первом медицинском канале. Полуэктов Михаил Гурьевич, кандидат медицинских наук, доцент кафедры нервных болезней и нейрохирургии Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова, заведующий отделением медицины сна университетской клинической больницы номер 3. Ведёт работу в области инсомнии, расстройств дыхания во сне, медицины сна, нарушений сна у детей. Ученик известного отечественного невролога, академика Александра Моисеевича Вейна. В настоящее время Михаил Полуэктов является президентом Национального общества специалистов по детскому сну и членом правления Российского общества сомнологов и Российского общества исследователей сновидений. Держатель патента на способ диагностики расстройств сна у детей грудного и раннего возраста. Михаил Полуэктов – автор пяти монографий, более 120 оригинальных и обзорных статей в журналах и глав в руководствах и ряда научно-популярных книг по сомнологии. Михаил Полуэктов в студии «Медицина в контексте». Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте. Из сегодняшнего выпуск программы я начну с сообщения о недавнем исследовании. Оно было проведено в Великобритании, охватило 7 тысяч человек, мужчин и женщин, 60 и 70 лет. И продолжалось оно 25 лет это исследование и выявило корреляцию между продолжительностью сна, смертностью и, в частности, коморбидностью, то есть возникновением более чем одного хронического заболевания. И в частности, они установили, эти ученые, что если 50-летние люди регулярно спят меньше 5 часов ночью, то вероятность диагностирования одного заболевания хронического у них возрастает на 20%, а за 25 лет вероятность появления коморбидности, то есть двух и более заболеваний, возрастает на 40%. Это по сравнению с теми, кто спал рекомендуемые вами 7-8 часов. И различные серьезные последствия депривации сна сегодня представит подробно наш гость Михаил Гуревич Луэктов. Медицина сна, взгляд на привычные заболевания со стороны сна – наша тема. Но прежде я не могу не спросить, правильно ли я себе представляю, что если депривация сна повышает риск появления хронического заболевания, в частности, и коморбидности более широко, то сами по себе хронические заболевания, тем более коморбидность, вызывает нарушение сна. И получается замкнутый круг. И с этим вы стараетесь что-то сделать. Ну, это все равно, что сказать, что все со всем связано. Это не даст нам на самом деле понимания природы этого феномена. И поэтому нужно все-таки осуживать круг вопросов и задавать направления, которые мы хотим бы обсуждать. И вот в контексте медицины сна направления я предлагаю обсудить именно взгляда со стороны сна на большие заболевания, гипертоническую болезнь, сердечную аритмию, мозговые инсульты. Вот насколько вообще важно, нужно, полезно знать о том, как протекает сон человека даже с этими заболеваниями, знать, что будет, если действительно сокращать время сна у этого человека, будет ли повышаться риски развития этих заболеваний, или же это не так существенно. Ну, на бытовом уровне мы знаем, что не спать вредно. Плохо. Плохо, да. И вот это британское исследование, очень странное на самом деле выглядящее, где вы видели большое количество 60-летних людей, которые спят по 5 часов и меньше. Это вы скажите. Ну, не вижу я таких все равно людей. Нет, но все-таки 7 часов норма сна, и около 7 часов большинство людей спит. Все-таки спят, даже больно. Да, ну 6 часов, но не 5. Спать меньше 5 часов, это совсем плохо, и встает вопрос о том, что у этих людей, ну, другие, более серьезные проблемы, которые вызывают, в том числе и это нарушение сна. То есть не очень, на самом деле, это исследование впечатлило пока нас. Ну, давайте вернемся к нашей основной теме, к медицине сна. Ну, это просто такое красивое слово, да, вот медицина сна, экология мозга, что там, империя чувств, просто набор таких красивых слов. Нужно, чтобы был за этими красивыми словами какой-то смысл, да. И вот этот смысл в свое время предложил, по крайней мере, в России, Александр Моисеевич Вейн, исследователь сна, один из ведущих российских сомнологов, который был таким, как бы, знаменем, что ли, советской и российской сомнологии в течение долгого времени. И вот он как раз и предложил изучать сон для того, чтобы потом лучше понимать, как текут заболевания, уже те, которые мы привыкли лечить в состоянии бодрствования. И давайте посмотрим, что из этого получилось. Вот знаменитая картинка, да, полуденный отдых. Не сон, а отдых, да. То есть на самом деле художник осторожно назвал эту картину, да. Вроде бы эти люди похожи на спящих, глаза закрыты, да, позы расслаблены, вроде бы они спят, но, но, да. Разве можно спать на такой жаре, на таком ярком солнце? Вопрос. Поэтому художник, может быть, интуитивно, не стал, так сказать, обострять ситуацию, да, назвал это просто отдыхом. Потому что состояние сна — это состояние, обязывающее к определенным вещам, в том числе и к тому, что по-другому будет работать организм человека, его центральная нервная система, прежде всего, внутренние органы, и с позиции медицины сна будут, может быть, по-другому видоизменяться и течение заболеваний. Так чем же отличается состояние сна от состояния бодрствования? Ну, вот, насколько это известно, на настоящий момент. Значит, во-первых, состояние сна — это состояние деафферентации, состояние снижения реактивности на внешние раздражители. Это было известно давно, и, собственно говоря, каждый из нас с этим согласится, да, что до спящего человека трудно достучаться, трудно его разбудить, потому что действительно у него снижен порог, точнее, повышен, наоборот, порог реакции на внешние стимулы, да, и впервые это вот таким вот количественным путем научным было доказано еще в XIX веке в такой работе Евгения Кольшутера. Это дипломная его работа медицинская была, где там вот несколько его знакомых, испытуемых спали, а он давал громкий звук и смотрел, от какой интенсивности звука они проснутся. И вот оказалось, что да, конечно, когда они засыпали, чем больше времени проходило, тем труднее было их разбудить, тем больше требовалась громкость звука, с одной стороны. С другой стороны, уже тогда была подмечена интересная особенность о том, что сон не является однородным состоянием. В какие-то периоды времени после засыпания требовался очень громкий звук, чтобы разбудить этого человека, а в последующем, почему-то через несколько минут, требовался уже менее интенсивный звук, и вот эти вот периоды громкого звука и негромкого звука, требующегося для пробуждения, они чередовались вот с определенной периодичностью около полутора часов, что потом получило подтверждение уже в более серьезных исследованиях сна о том, что состояние сна это такое закономерно изменяющееся состояние. Итак, первое отличие состояния сна это диаферентация, это снижение реакции на внешние стимулы. Вторая особенность, более сложными методами она уже подтверждается в настоящее время такое слово дисконнективность. Сейчас все-таки основной концепцией, которой пытаются объяснить различные психические феномены, является концепция коннектома. Не то, что за определенную функцию, двигательную, чувствительную, сложную, отвечает конкретная зона мозга, а взаимодействие различных зон мозга, очень сложным образом настроенное в каждый момент времени, отвечает за наши когнитивные функции, за осуществление определенных тонких движений, за фокусировку внимания на каких-то событиях, и действительно не миновала эта концепция и состояние сна. И вот было показано, например, здесь показаны результаты изучения вот этой коннективности при помощи метода транскраниальной магнитной стимуляции, что мы можем увидеть, что когда дается импульс в состоянии бодрствования, он распространяется на различные отделы мозга, все глубже, 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 по этим, скорее всего, нейросетям, вызывая такие вот всплески на дальнем расстоянии, активности отдаленных зон мозга. А что происходит в состоянии, например, нон-рам-сна, это поверхностные стадии, и стадии уже более глубокие фазы медленного сна или медленно-волнового. Также давался стимул, вот этот пульс, получался немедленный ответ, а потом другие ответы затухали значительно быстрее, потому что как раз в фазе медленного сна наблюдался вот этот феномен уже дисконнективности, то есть не происходило распространения этого импульса на другие зоны мозга, потому что нейронные сети в это время работают по-другому, они не пропускают ненужные сигналы, которые могут помешать поддержанию сна слишком далеко. Есть такое понятие в сомнологии таламических ворот, вот на уровне таламуса прежде всего вот этот блок осуществляется, поступление новой информации и затруднение распространения ее по другим отделам головного мозга, там есть определенный механизм, который за это отвечает, и в итоге действительно с одной стороны импульсы не доходят до наших уже ассоциативных зон мозга, где обрабатываются эти сигналы, а с другой стороны, если и доходят, то доходят очень такие ослабленные. Это подтверждение феномена дифферментации и дисконнективности. Это тоже отличие от бодрствования. И третье отличие это то, что во время сна мозг работает совсем по-другому, чем в бодрствовании. Эту картинку я люблю показывать, потому что человек, даже не имеющий вообще медицинского образования, видит, насколько отличаются вот эти электрические волны мозга в состоянии бодрствования, в состоянии поверхностного сна, в состоянии глубокого сна. Раз они так сильно отличаются, значит, деятельность, даже это не групп нейронов, а вот этих сетей нейрональных, она очень сильно отличается в это время. И интересно, что самый глубокий сон, который характеризуется очень такими интенсивными, очень высокоамплитудными вспышками медленной активности, на электроэнцефалограмме выглядит так, как не должен выглядеть бодрствование этот феномен. Бодрствование, если мы видим вот эти вот большие, огромные дельта-волны, это значит, что электрод находится над очагом опухоли, например, то есть это плохо, когда нейроны работают все вместе, они должны заниматься своими делами. А во сне в совершенно другом состоянии, наоборот, чем более выражены вот эти всплески такой синхронной нейрональной активности, тем лучше, тем сон глубже, и тем больше ощущения выспанности, свежести человек наутро получит. Итак, третья особенность сна, что это особое состояние мозга, и вот эти состояния отличаются по картине, например, электрической активности вот этих групп нейронов. Когда мы проводим ночное исследование сна, которое называется полисомнография, мы строим вот этот график на основании анализа энцефалограммы, который называется гипнограмма. Этот график отражает вот это развертывание состояния сна в течение всей времени записи, в течение ночи. мы можем увидеть, как вот в начале исследования человек находится на уровне бодрствования, он еще засыпает только, потом переходит в первую стадию медленного волнового сна, во вторую стадию, в третью стадию. Мы можем увидеть, что в начале как раз исследования в первой половине, правильно говорить, не в первой половине ночи, а в первой половине сна, очень много как раз вот этого глубокого сна третьей стадии. Вот мы можем увидеть третью стадию сна, как она доминирует в первой половине сна, и обязательно вот этот так называемый цикл сна завершается периодом сна с быстрыми движениями глаз, ну в просторечии это называется фаза быстрого сна или стадия быстрого сна. А потом все это повторяется, вот то, что было подмечено еще в 19 веке в исследовании кольшутера, что каждые полтора часа повторяется то же самое, снова начинается вот этот спуск с первой, во вторую, третью стадию сна, снова подъем, это фаза быстрого сна, она как раз отражается вот на графике на более высоком уровне, потому что по электрической активности сон с быстрыми движениями глаз очень похож на бодрствование. Его еще раньше называли парадоксальной стадии сна, потому что в это время действительно существует парадокс. Морск очень активно работает, как в бодрствии, при этом человек выглядит абсолютно спящим, не реагирующим на внешний раздражитель, вот в этом парадокс. Но потом все-таки вернулись вот к этому названию фазы сна с быстрыми движениями глаз. И вот таких вот повторяющихся периодов переходов из поверхностного в глубокий сон и сон с быстрыми движениями глаз в течение ночи происходит 4-6, где-то с периодом полтора часа. И вот это тоже особенность, которая отличает состояние сна от бодрствования, то есть сон это не бодрствование, да, это совсем другое состояние. Вот в свое время Иван Петрович Павлов совершил ошибку, одну из ошибок, да. Вот он писал, гипноз — это, конечно, сон. Гипноз — это, конечно, не сон, потому что гипноз, если регистрирует электрическую активность мозга, мы увидим просто картину расслабленного бодрствования. Очень высокоамплитудный, хорошо модулированный, альфа-ритм, характерный для бодрствования. В гипнозе, даже если человек демонстрирует признаки сонного поведения, мы не увидим этого чередования. Ну, будем снисходительны, это как, да, он говорил? Да, но тогда не было как раз электроэнцефалографии, и совершенно косвенными методами изучалась высшая нервная деятельность, и действительно все равно удавалось такие великие открытия совершать. Итак, посмотрим на эту картинку, которая еще раз нам подчеркивает, что сон — это не бодрствование, сон — это особое состояние, и мы постепенно подходим вот к этой концепции медицины сна, да. Раз сон — это особое состояние, раз, ну, не все там по-другому, но очень многие показатели деятельности, прежде всего, центральной нервной системы, по-другому реализуются, да. Значит, и патология нервной системы, и, может быть, патология внутренних органов тоже по-другому там будет развиваться или протекать. К чему это, не к чему, а что к этому может предрасполагать? К этому предрасполагает еще особое назначение вот этих разных частей сна, разных фаз. Ну, фазы сна — это такое очень устаревшее название, на самом деле. Сейчас предпочитают обходиться без него, потому что мы путаемся с этими фазами, вот, со стадиями. Сейчас мы предпочитаем все-таки говорить стадия 1, 2, 3 и стадия быстрого сна. Я прям насильственно пытаюсь изжить вот эту фазовость, но иногда она проскакивает. Ну, в общем, по старой классификации вот эта большая часть сна, которая называется фаза медленного сна, она в большей степени связана с восстановлением физических сил, с восстановлением энергии, с репарацией там поврежденных клеток или органов, с процессами роста. И вот одна из моих любимых картинок, когда измерялась секреция гормона роста, и оказалось, что дети действительно растут во сне. Потому что почти весь гормон роста, который выделяется у нас в организме за сутки, он выделяется в первом периоде глубокого сна. И это тоже будет иметь значение, если сон будет нарушен, гормон роста не будет выделяться, поскольку не будет вот этого глубокого сна. Не будет расти. Это может повлиять на рост, и это показано, по крайней мере, на детях. Действительно, детки с грубыми очень нарушениями сна, при таком заболевании, как синдром апноэ во сне, они действительно немножко отстают в росте. И вот это чередование поверхностных и глубоких стадий сна, вот эта цикличность, до сих пор ее не смогли объяснить ученые. Вот зачем нужно вообще вот так вот прогонять одни и те же картинки деятельности нервной системы? Почему нельзя просто постепенно в течение ночи спускаться все глубже и глубже, засыпать все лучше и лучше, и утром проснуться таким бодрым, отдохнувшим? Зачем нужны обязательно вот эти вот американские горки? И вот та теория, которая мне больше всего нравится, она объясняет с точки зрения когнитивных наук, вот такое вот чередование стадий сна, ее циклическую организацию, с той точки зрения, что для того, чтобы что-то хорошо запомнить, нужно это много раз повторить. Повторение — мать учения, да? И вполне вероятно, что вот эта цикличность сна является отражением вот такого запускаемого механизма многократного повторения того, что мы запомнили за предыдущий день. То есть при этом действительно информация сначала уходит в долговременную память, потом возвращается из долговременной памяти в кратковременную, потом снова уходит в долговременную, и, наверное, это должно происходить много раз. Это вот на этой схеме нарисовано, когда из неокортекса в гиппокамп вот так вот гуляет эта информация. Этому способствует определенный настрой нейромедиаторов. Ацетилхолин в бодрствовании и в фазе быстрого сна наиболее активен. Соответственно, гамма-миномастная кислота и, так сказать, связанные с ней структуры в большей степени активны в фазе медленного сна. И вот это чередование, по-видимому, отражает вот эти процессы работы с разными этапами запоминания. И в итоге формируется вот так называемая гиппокамп, независимая память, которая уже действительно надолго с нами остается, на многие десятилетия. Это тоже особое состояние. В бодрствовании это происходит, но, по-видимому, значительно слабее, чем в состоянии сна. И для того, чтобы изучать сон, еще следует подчеркнуть, необходима особая методология. Почему так поздно начали понимать, что происходит во сне? Потому что не было соответствующего инструментария. Потому что если человека разбудить и спросить о его состоянии здоровья, и попросить заполнить какие-то анкеты или взять даже анализы у него на каких-то жизненных показателей, он проснется, и это уже будет не сон. И мы будем изучать не сон, а бодрствование. И должно было подойти время, когда появились неинвазивные методы, которые позволяют в реальном времени наблюдать за тем, что происходит, ну, прежде всего, в центральной нервной системе во время сна. Вот один из этих методов, то, что на мышах увидели 10 лет назад с помощью таких сложных очень микроскопов, конфокальных двухфотонных или однофотонных даже, когда у мышки прорезалось окошко в черепе, направлялся этот очень мощный микроскоп прямо в область мозга, подсвечивался определенным образом мозг изнутри при помощи люминесцентного красителя. И можно было видеть, как в реальном времени изменяются межклеточные пространства, когда мышка засыпала под этим микроскопом. И так была открыта галимфатическая система, о которой я тоже буду говорить. Очистки, да. Система, которая способствует очистке мозга. Недавно. Относительно недавно. От шлаков, как говорят, и до сих пор очень все заинтересованы в понимании того, каким же образом происходит это открытие. Потому что если бы мы могли управлять этим процессом, если бы мы создали таблетку, которая позволяет в большей степени выводить бета-амилоид из клеток мозга по нашему желанию, а не не дожидаясь сна, ну, может быть, мы смогли бы действительно значительно снизить риск развития болезни Альцгеймера. Я немножечко о другом. Вот у меня всегда возникает вопрос, но сейчас я его задам. Изучение сна в таких, скажем, аппаратурных условиях, насколько оно адекватно отражает картину? Потому что в своей постели сон – это одно, а даже в поезде или в гостях – это совсем другое. Да, совершенно согласен с вами. Это явление сразу же, сразу же оно было обнаружено, еще когда только начинали исследование сон в 50-е годы прошлого века. Оно называется «эффект первой ночи». В новом месте действительно работает вот эта ориентировочная реакция, реакция, что такое, как физиологи говорят, где я. Вот, и действительно мозг более активирован. И в наибольшей степени страдает при этом стадия глубокого медленного сна. Это третья стадия сна, самая глубокая, она уменьшается где-то на 20%. Другие части сна тоже страдают. Там и вторая стадия уменьшается, и увеличивается количество пробуждений. Но с поправкой на это можно делать выводы. И так сильно, да. И есть определенные поправочные коэффициенты, которые позволяют нам учитывать вот этот эффект первой ночи. О, да, извините. И для изучения сна, соответственно, чтобы мы изучали не бодрствование, а сам сон, у людей используется методология, которая называется полисомнографическая исследование, когда мы регистрируем, прежде всего, электроэнцефалограмму, также ряд других показателей деятельности организма. В реальном времени, во время сна пациента, все это выводится на экран, и потом мы получаем вот эту замечательную картинку гипнограммы с чередованием стадий сна различной глубины. И из этого мы уже можем строить свое умозаключение по состоянию сна человека. Но давайте подойдем ближе к концепции медицины сна. Все-таки зародилась она не в Советском Союзе, не в России. Она зародилась в Соединенных Штатах Америки, где раньше начали заниматься все-таки исследованиями сна. И в какой-то момент ученые, в данном случае, например, кардиологи, это исследование 1989 года, обратили внимание, что почему-то большинство сосудистых событий, инфаркты миокарда, случаи внезапной сердечной деятельности, тромботические инсульты, транзиторная ишемия, приурочены почему-то к времени утреннему и раннему дневному времени, до полудня. Вот с 6 утра до 12 часов дня происходит наибольшее количество сердечных и церебральных сосудистых катастроф. С одной стороны, это время, когда сон заканчивается, это период, когда происходит уже такая активная подготовка внутри сна к бодрствованию. С другой стороны, это начало бодрствования. То есть не было еще понятно, все-таки, что здесь играет большую роль. Это такое неудачное, что ли, вхождение в состояние бодрствования после пробуждения. Или это последняя часть сна, где очень много как раз вот этого парадоксального сна, сна с быстрыми движениями глаз, который, может быть, повышает риск развития сердечно-сосудистой патологии. И специалисты других медицинских специальностей также обратили внимание на связь других форм патологии с состоянием сна или со временем суток. И вот стали предлагаться разные, так сказать, названия для того, чтобы как-то оттенить эту сферу деятельности. Одно из них такое наиболее красивое, медицина сна прижилась. И вот Александр Моисеевич Вейн, про которого я уже говорил, академик, невролог, мой учитель, он как раз еще в советское время выдвинул эту концепцию медицины сна, что если сон является таким особым состоянием, если по-другому во время сна, скорее всего, работают, по крайней мере, центральные нервные системы, если во время сна есть вот эта вот дисконнективность, диаферентация, но тогда еще таких красивых слов не использовали, то, по-видимому, во время сна будут по-другому протекать и те формы патологии, которые мы привыкли изучать во время бодрствования. И, может быть, мы сможем через улучшение сна повлиять на течение этих заболеваний. Почему бы и нет? Для этого надо просто еще глубже, еще лучше изучать сон. В этом была суть его концепции, изучение вклада сна, его нарушения в развитие болезни человека. И, конечно, и за рубежом, и в Российской Федерации в рамках этой концепции стали проводиться исследования, которые постепенно стали подтверждать действительно правильность вот этой идеи. Мы начинали наш сегодняшний разговор с рассказа о британском исследовании. О хронических заболеваниях и сне. На самом деле, эта история о том, что сокращение сна вредно для здоровья, ну, действительно, она достаточно давно уже исследована, доказана. Правда, не в отношении всех форм патологии, но в отношении основных форм патологии. Ну, самых распространенных. Да, лучше всего это доказано в кардиологии, потому что очень много исследований проводится при артериальной гипертензии, при сердечной аритмии. Вот одно из известных исследований, когда у людей как раз вот среднего возраста, такого самого активного, 33-45 лет, смотрели уровень артериального давления в зависимости от продолжительности сна, и четко было показано, что чем меньше они спят, тем меньше продолжительность сна, тем выше у них уровень и с исторического, и диасторического давления, и больше риска развития артериальной гипертензии. Значит, состоянием сна не нужно пренебрегать. Что было еще показано? Примерно то же самое было показано при исследовании больных с сахарным диабетом. Вообще в популяциях, когда смотрели больших риски развития сахарного диабета, нарушения толерантности к глюкозе, все время выпадали вот эти оптимальные цифры сна, это 7-8 часов. При отклонении от этого значения 6-5 часов риски развития диабета увеличивались, интересно, что и в другую сторону это отклонение наблюдалось, то риски тоже увеличивались, но это, скорее всего, такая псевдо-статистика, скорее всего, вот в эту правую сторону графика увеличения риска попадали люди, которые уже изначально имели различные другие формы патологии, которые сами по себе вызывали увеличение потребности в сне и повышение риска развития сахарного диабета. По крайней мере, так объясняют вот эту вот V-образную форму кривой, которая в зависимости наличия определенной формы патологии от времени сна, потому что то же самое наблюдается в отношении, например, риска развития церебральных сосудистых нарушений, кардиальных нарушений, рисков аритмий. Почему-то вот этот избыточный сон всюду вылезает как фактор, так сказать, способствующий патологии, хотя, скорее всего, это неправда. Это следствие, совершенно верно. Недавняя эпидемия коронавирусной инфекции показала важность, в том числе и сна, для сопротивления инфекции, хотя вот эти исследования по влиянию сна или его ограничения на сопротивленность организма... Я вас сейчас подловлю. Спавшие 5-6 часов, откуда взялись? Вы же говорите, что таких не бывает. Это специально выделено в абстракте этого исследования. Они вот так вот красиво вот эти 4 раза дали. Хотя, если посмотреть на сам график, не настолько выдающиеся отличия были получены. В чем заключалось это исследование? Брали здоровых людей среднего возраста, не страдающих серьезными заболеваниями, и закапывали им в нос риновирус, капли с риновирусом. Мы ждали, когда они заболеют, когда у них разобьется. И, конечно, некоторые из них заболели. Вот здесь вот те, кто спал, например, больше 7 часов, из них заболело 17%. Ну, в принципе, можно предположить, что какое-то количество этой популяции было подвержено. Но те из них, кто спал меньше, кто не досыпало, это как раз молодые люди. У них много соблазнов отдохнуть, поработать ночью вместо того, чтобы поспать. Из них заболело 30% из спавших 5-6 часов. Это, конечно, не в 4 раза больше, но это почти в 2 раза больше, чем, так сказать, тех, кто спал достаточное количество времени. И, опять же, это совершенно здоровые люди, это очень важно. То есть у здоровых людей небольшое сокращение времени сна приводит к очень заметному снижению сопротивляемости вирусной инфекции. То есть это тоже было доказано. И так получается, что в плане вероятности развития каких-то заболеваний, вроде бы не связанных со сном, артериальная гипертензия, сахарный диабет, респираторные вирусные инфекции, нехватка сна очень существенно может способствовать развитию этих заболеваний. Не являться причиной, но являться таким мощным фактором риска. Это одно из подтверждений справедливости концепции медицины сна. Какой практический выход? Вот, пожалуйста, еще, опять же, до пандемии коронавируса было показано, что эффективность вакцинации тоже снижается, если человек не поспит. Потому что во сне у него вот эти репаративные процессы происходят, в том числе и процессы формирования иммунной памяти. И не вдаваясь в подробности этой картинки, можно так увидеть, что одна кривая ниже другой. Это та кривая, это формирование титра антител у тех, кто подвергал себя добровольно вот этой депривации сна, отсутствия сна. По сравнению с теми испытуемыми, кто спал нормально и получил в итоге возрастание титра антител к вирусу гепатита А. Ну и все-таки сколько нужно спать? Раз мы затронули эту важнейшую для каждого человека тему продолжительности сна, давайте посмотрим. Для молодых, взрослых, здоровых людей, просто для взрослых, рекомендовано спать от 7 до 9 часов. Там есть оговорки, что в особых условиях, у спортсменов, при тренировках, при каких-то особых профессиональных нагрузках требуется больше сна от 10-11 часов. Но все-таки обычный средний человек должен быть ориентирован на сон от 7 до 9 часов. По крайней мере, можно говорить, что не меньше 7 часов должен спать некий средний человек. Видите, в детском возрасте очень сильно отличается этот установленный диапазон здорового сна. Пожилым людям можно спать чуть меньше, от 7 до 8 часов. Таким образом, вот эта концепция медицины сна, ну, во-первых, она показала, что сном преднебрегать нельзя, да, и ограничение сна, оно действительно, оно на самом деле влияет на здоровье. Вот рекомендации по сохранению этого здоровья. Концепция медицины сна включает в себя, конечно же, и сами нарушения сна, потому что сами нарушения сна уже настоящие, такие как бессонница, инсомния, они тоже, как оказалось, порождают проблемы не только социального плана, но и медицинского плана. Напомню, что инсомния – это такой синдром, такое состояние, которое характеризуется субъективным ощущением недостаточного количества или качества сна. Чтобы поставить этот диагноз, необходимо, чтобы человек предъявил жалобы на нарушение сна, либо трудности засыпания, частые пробуждения, раннее утреннее пробуждение. У него было достаточно времени и были условия для сна, но ему не спится. И чтобы обязательно еще были последствия, дневные последствия. То есть если человек ночью спал плохо, а днем себя чувствует замечательно, у него еще нет диагноза бессонницы. Но, скорее всего, если он не выспался, он будет рассказывать про сонливость, усталость, снижение эффективности, трудности взаимодействия с другими людьми. Есть порядка девяти таких признаков, так называемых, дневных последствий бессонницы. И важным еще является временной фактор. То есть если два раза человек плохо спит в неделю, у него еще нет диагноза бессонницы. Ну, скорее, все будет. А если три раза, уже есть диагноз бессонницы. И вот если выполняются эти критерии, значит ставится диагноз инсомния или бессонница, можно так и так говорить. Но про бессонницу врачи все-таки в реальной такой жизни, в реальной клинической практике спрашивают пациентов все-таки относительно редко. Почему? Потому что основным звучанием таким бессонницы, который находится на поверхности, являются последствия для качества жизни человека, для окружающих, если он раздражительный после плохого сна и как-то с ним не очень приятно разговаривать. Экономические последствия оказываются очень неплохо изучены. Вот видите, есть статистика, что в 10 раз чаще неэффективные дни случаются у плохо спящих людей, что несчастные случаи случаются в 8 раз чаще. И есть такой феномен, я очень люблю, называется презентиизм. Этот феномен не для всех заболеваний характерен. Есть абсентиизм, феномен, когда человек заболел гриппом, например, и не пришел на работу. Да, он absent today, как говорится. И он не выработал продукт, соответственно, работодатель не дополучил какой-то доход. А есть феномен презентиизма. Когда человек заболел, больной пришел на работу, и лучше бы он не приходил. Потому что действительно посчитали в этом исследовании, которое здесь цитируется, что если бы ему просто платили за, ну не прогул, а за больничный, ему бы заплатили 230 долларов. А вот за то, что он пришел и плохо работал, ему заплатили еще деньги за то, что он работал на рабочем месте, но он не выработал свой продукт, и поэтому нанес еще больше ущерб своему работодателю, чем если бы его не было. Такой интересный феномен. И поэтому это как-то не очень обсуждается, поскольку, когда пациент приходит на прием к врачу, все-таки вот этот разговор, он лежит в медицинской плоскости, не в экономической, не про презентиизм и не про качество жизни. И поэтому консомния все-таки не такое, недостаточное внимание в такой практическом аспекте. Хотя появляются данные достаточно уже давно о том, что наличие бессонницы в такой уже более долговременной перспективе оказывает очень существенное и медицинское влияние, медицинские последствия. Вот это данные одного из наиболее известных исследований, когда в течение 20 лет наблюдали людей с бессонницей, без бессонницы. И можно увидеть вот на этом графике, как разошлись показатели смертности у людей, у которых имеется такая вот постоянная форма бессонницы, когда каждую ночь почти они плохо спали. И у тех, это красная линия, соответственно, и у тех, у кого не было бессонницы, это зеленая линия. На 10% отличалась смертность этих популяций за 20 лет наблюдения. 10% это уже серьезно. Это говорит о том, что не такая безобидная вот эта проблема бессонницы, и плохой сон оказывает влияние в итоге на главный показатель, собственно говоря, за который мы боремся, за продолжительность жизни, ну и за качество жизни, конечно. И сейчас обсуждается, что главным вот этим драйвером, вот этого повышения смертности при бессоннице является симпатическая гиперактивация, симпатический яд, как говорят кардиологи. И есть одно исследование, которое я очень люблю, оно очень сложное в проведении, в России, мне кажется, нигде не делают, только в Соединенных Штатах в основном публикации идут, она называется микронейрография. Когда ставят очень маленький электрод прямо в симпатический нерв, находят этот симпатический нерв на ноге и прям снимают разряды этого симпатического нерва. И тогда мы абсолютно точно можем сказать, повышена симпатическая активность или не повышена. Все другие методы, они косвенные, они через много, так сказать, промежуточных звеньев нам дают информацию. А здесь прям прямая регистрация, и мы можем увидеть даже на глаз, насколько отличается симпатическая активность у здорового человека, это левый график, и у больного бессонница. То есть это настоящая инсомния? Да, причем этот же человек не спит, это все происходит в бодрстве. То есть получается, он ночью плохо поспал, а у него днем все равно эта гиперсимпатия катания продолжается. То есть это состояние постоянной, вот такой избыточной возбудимости центральной нервной системы, вегетативного отдела симпатического. И в итоге это приводит к своим последствиям. Вот было показано, что хроническая бессонница приводит к развитию этих системного воспаления, вот эти маркеры системного воспаления. Циреактивный белок, конечно, самый известный маркер. Видно, что по данных вот этого метаанализа эффекты сдвинуты вправо. То есть да, действительно, уровень циреактивного белка при бессоннице повышается. То есть системное воспаление усиливается. Это в итоге приводит к чему? К ускорению атерогенеза и к развитию уже таких серьезных сосудистых и кардиальных, сердечно-сосудистых и церебральных сосудистых последствий этого состояния. Если бессонница влияет на сердечно-сосудистую систему так негативно, на центральную нервную систему, может быть, если мы полечим инсомнию, мы как-то сможем немножечко вспять обратить этот процесс системного воспаления. Ну вот тут, о чем я говорил в самом начале, да, вмешаться как-то. Да, как раз, но это же подход как раз со стороны медицины сна, со стороны сна. То есть мы понимаем, что во сне происходит при бессоннице что-то не то. Да, то есть там основная концепция сейчас развития бессонницы, это как раз вот эта церебральная гиперактивация. И вот эта церебральная гиперактивация приводит к симпатической гиперактивации, которая приводит к повышению маркеров воспаления, к системному воспалению. Если мы вылечим бессонницу, таких исследований очень мало на самом деле, единичные вот одно из них, где брали несколько схем лечения бессонницы. Это когнитивно-поведенческая терапия бессонницы, главный сейчас метод лечения хронической инсомнии. Это тайчи-терапию использовали в этой схеме, и еще просто наблюдение. И вот здесь можно увидеть, что только при применении когнитивно-поведенческой терапии небольшое, но достоверное было уменьшение уровня церебрактивного белка на фоне когнитивно-поведенческой терапии, которая реально работает, которая действительно улучшает сон. А вот тайчи-терапия и лист ожидания, они не привели к уменьшению, а привели почему-то даже к увеличению уровня церебрактивного белка. Тайчи – это что-то с дыханием? Да, это китайская дыхательная гимнастика. Ну, скорее, здесь это тоже как плацебо такая терапия использовалась. Как еще мы можем показать, что стоит заниматься вопросами сна у людей с бессонницей? Вот это исследование, которое проводилось как раз при жизни еще Александра Моисеевича Вейна вместе с академиком Анатолием Ивановичем Мартыновым, с его группой, когда брали пожилых людей с резистентной артериальной гипертензией, которым никак не могли подобрать такое вот лечение, которое бы компенсировало их состояние. Отобрали из них тех, кто плохо спал. И вот у этих плохо спящих пожилых гипертоников, которых очень сложно лечить, сложно им подбирать, им дали еще дополнительно снотворный препарат, чтобы нормализовать им сон. Это был запеклон, так называемый Z-препарат. И все это время регистрировали показатели деятельности сердечно-сосудистой системы, суточный монитор ставили. И удивительно, что и ночные показатели артериального давления, но это как раз неудивительно, сон стал стабильнее, артериальное давление немножечко стало лучше, стабильнее. Снизились и ночные показатели систолического артериального давления, диастолического артериального давления заметно, Но и дневные показатели систолического и диастолического артериального давления тоже в этих группах снизились, пожилых больных, инсомнии. Значит, через улучшение ночного сна мы каким-то загадочным образом облегчаем течение такого дневного привычного всем заболевания, как гипертоническая болезнь. Обсуждаются различные механизмы положительного действия улучшения сна, но это исследование прямо в одной из краеугольных камней, подчеркивающих справедливость концепции, которую Альцин Масеевич Винд в свое время активно продвигал, концепции медицины сна. И если касаться лечения бессонницы, я хотел бы чуть в сторону отойти, показать очень важный инструмент, который позволяет лучше отслеживать сон людей и без нарушений сна, и смотреть, как на фоне терапии бессонницы изменяется сон. Мы создали недавно такую программу «Дневник сна» совместно с Российским обществом сомнологов, с компанией Буарон, который позволяет в электронной форме на телефоне вести этот дневник сна. Там вычерчиваются вот эти вот кривые изменения сна день за днем, и в эту программу зашит еще модуль поведенческой терапии. Это часть вот той когнитивно-поведенческой терапии, главного метода лечения инсомнии, ну такое упрощенное, где в течение пяти недель предлагается следовать определенному плану улучшения сна и наблюдать как раз вот это улучшение. Эта программа совершенно бесплатна, можно ее скачать и в Австоре, и в Гуглплей. В прошлой нашей программе вы о ней тоже говорили. Да, я о ней теперь всегда буду говорить, потому что я действительно горжусь, это первая программа такого рода в России. Когда мы говорили о немедикаментозных способах лечения. Да, электронная программа когнитивно-поведенческой терапии в таком несколько урезанном виде. Ну, вернемся снова к концепции медицины сна. Я показал, что да, действительно, при бессоннице мы можем через нормализацию сна повлиять на течение некоторых таких классических заболеваний, в частности, сердечно-сосудистой патологии, гипертонической болезни, системного воспаления. Ну, есть расстройство сна, которое еще более ярко демонстрирует вот эту важность концепции медицины сна. Это такой локомотив вообще сомнологии. Это синдром обструктивного апноэ сна, то, что раньше называлось пиквикским синдромом. Это вот картинка из одного из ранних изданий романа Чарльза Диккенса «Посмертные записки пиквикского клуба». И там он описал вот такого молодого парня Джо, слуги, который все время засыпал. И над ним все смеялись. И настолько он хорошо это описал, что очень быстро вот это состояние повышенной дневной сонливости у тучных людей стало называться синдромом пиквика. Каноническое. Да, и никто не знал, от чего все это происходит. Ну, предполагали, что, может быть, задержка углекислоты какую-то сонливость вызывает. И только через, фактически, 100 лет, да, больше, чем через 100 лет, когда начали проводить ночные полисомографические исследования, оказалось, что все это происходит из-за того, что эти люди хронически не досыпают, у них множественные задержки дыхания во сне на фоне храпа случаются, и они не достигают глубокого сна. И у них все время вот эта задолженность по сну, которую они днем пытаются все время компенсировать. И сейчас это состояние называется синдром обструктивного апноэ сна. Вот критерии постановки диагноза абструктивного апноэ сна. Дневная сонливость, нарушение ночного сна, усталость, храп, конечно. И обязательно при апноэ сна нужно подтверждать данные вот этих клинических опросов, данным еще ночного исследования сна, чтобы показать, что действительно есть повышение этого числа задержек дыхания 5 или более эпизодов в час. Причина апноэ сна в основном кроется вот на таком анатомическом уровне. Это относительная узость дыхательных путей. Она может быть связана с особенностью строения дыхательных путей. Есть челюстно-лицевые патологии, даже которая не достигает вот какой-то формы какого-то синдрома врожденного. Есть просто вот такие семейные особенности. Маленькая нижняя челюсть, птичье лицо, как говорят. Нарушение носового дыхания в детстве, аденоиды нелечные, тоже приводят к изменению конфигурации верхних дыхательных путей. У взрослых чаще причиной апноэ является избыточная масса тела. Жир откладывается в таких окологлоточных клетчаточных пространствах и с боков как бы сдавливает эту дыхательную трубку. Неврологические заболевания, прежде всего инсульты, конечно. Эндокринная патология, например, акромегалия. Лор-патология, даже обычный ренит гиперпластический приводит к тому, что воздух слишком активно, слишком быстро заходит во время вдоха в дыхательные пути. И вот это отрицательное давление приводит к их спадению. То есть это состояние связано в основном с особенностями анатомического строения дыхательных путей. И оно имеет прям очень значимые медицинские последствия. Я говорил, что при инсомнии, ну вот смешно, там это абсентиизм, презентиизм, там кто-то денег недополучил. А здесь вот прям четко доказано, смотрите, 4 года наблюдения, если отношение шансов смотреть при тяжелой степени и при отсутствии апноэ, в 3 раза чаще развивается новый случай артериальной гипертензии у больных с апноэ. Депрессия. Откуда депрессия берется, непонятно. Ну, потому что плохой сон. Пока непонятно, каким образом плохой сон способствует развитию депрессии. В 2,5 раза. Мозговой инсульт в 4,5 раза. Смертность повышается в целом за 14 лет в 3 раза в основном от сердечно-сосудистых причин. То есть если при инсомнии, да, это симпатикатония, это такой сосудистый яд, то этот яд здесь в квадрате получается, да, еще сильнее влияет на жизнь этих людей. И вот когда проводились прямые исследования артериального давления у этих больных, это уже давно, конечно, было, сейчас уже это не используется, но там было очень красиво показано, что вот вы посмотрите, когда идет эпизод остановки дыхания, вот здесь вот, да, через какое-то время эта остановка дыхания приводит к снижению уровня насыщения крови кислородом, к десатурации. И прямо в противофазе этому снижению возрастает артериальное давление. И сколько раз задерживается давление, задерживается дыхание у этого и у других пациентов, столько раз у них наблюдаются вот эти вот скачки артериального давления. И гипертония сначала становится ночной, а потом она переходит и на дневное время, вот этот симпатический хвост тянется за ними и в дневное время. И у этих пациентов тоже, конечно, проводилась вот эта микронейрография, которая показала, что у них симпатическая активация значительно более выражена в дневное время, чем у больных инсомнии, и чем у здоровых, конечно, можете видеть, насколько отличается импульсация вот этих симпатических нервов у трех пациентов, вот, соответственно, без апноэ во сне и с апноэ во сне. Итак, синдром абструктивного апноэ сна — это еще такая более яркая иллюстрация важности концепции медицины сна. В итоге все это выливается, эти сердечно-сосудистые последствия выливаются в совсем другие цифры смертности от сердечно-сосудистой патологии. Если при инсомнии расходились на 10% люди, имевшие хроническую бессонницу и не имевшие бессонницы, то здесь за 20 лет наблюдения больные, которые имели тяжелое апноэ сна, разошлись по выживаемости со здоровыми на 30%. То есть не так много заболеваний, где мы можем с большую уверенностью сказать, что 1-3 пациентов через 20 лет уже не будет в живых. То есть это значительно более серьезные последствия для здоровья несет это состояние. И напомню вам, что до сих пор, уже в течение больше, чем 40 лет, главным методом лечения апноэ во сне является такой метод, который не подразумевает никаких таблеток. Это чисто физический метод, СИПАП-терапия, про которую все теперь знают после коронавирусной эпидемии, хотя она использовалась не для лечения апноэ во время эпидемии. Но вот изначально в 1981 году СИПАП-терапия была использована через такую маску во время сна для лечения апноэ. Да, хирургическими методами. Хирургические методы используются. Потому что вот собачкам-брахицефалам, например, делают операции. Да, в некоторых случаях апноэ во сне, когда есть очевидные аномалии строения верхней и нижней челюсти, действительно операции могут быть... Первое, что приходит в голову. У детей особенно часто делают экспансивные операции с расширением нижней челюсти или верхней. У взрослых редко это требуется. И можно увидеть, насколько эта маска эффективна и каков механизм действия. Вы видите, что если человек спит без маски, у него воздух заходит под отрицательным давлением. И вот здесь, за корнем языка, находится самое узкое место, где происходит вот это вот присасывание корня языка к задней стенке глотки. Когда говорят, что язык западает, да, действительно язык западает вот в этом месте. А если подавать через маску воздух под небольшим давлением, то не будет совсем вот этой силы, которая стремится перекрыть дыхательные пути. И эти люди будут совершенно защищены от апноэ, от его социальных последствий, экономических. Я здесь это не затрагиваю. И главное, от медицинских, которые значительно в несколько раз более серьезны, чем при бессоннице. И также через лечение этого апноэ сна можно достичь и облегчения течения артериальной гипертензии. Огромное количество исследований было проведено. И вы видите, что сдвинуты все эффекты в левую сторону. В пользу СИПАП, то есть больные, которые регулярно использовали приборы СИПАП-терапии, имели снижение уровня артериального давления. Там измерялось и 24-часовое давление, и систолическое, и диастолическое, и среднее. Все это в такую благоприятную сторону сдвигалось просто на фоне устранения этого фактора родной сна. Опять же, это подтверждение важности учета того, что происходит в состоянии сна для управления дневными заболеваниями, артериальной гипертензии. Кто подумает, раньше кто бы подумал, что через улучшение сна можно достичь достоверного улучшения показателей артериального давления. Это используется и в клинических практиках при более серьезных состояниях. Так, например, было показано, что риски повторных инсультов у больных, которые имели апною во сне, снижаются почти в три раза, если эти больные начинают после первого инсульта получать СИПАП-терапию, если они раньше ее не получали. Надо было раньше ее, конечно, получать, тогда, может быть, и первого инсульта не было. Но, по крайней мере, для вторичной профилактики мозгового инсульта ишемического СИПАП-терапия является таким достаточно убедительным способом снизить эти риски повторных инсультов. Вот, например, в рекомендациях Американской ассоциации инсульта и Американской ассоциации сердца прописана необходимость диагностики апноя, если есть подозрения у этих больных инсультов на наличие апноя, и назначение СИПАП-терапии у больных транзиторными ишемическими атаками или мозговыми инсультами, то есть для вторичной профилактики инсульта, чтобы не было повторно его. Еще в каких областях можно применять вот эту концепцию медицины сна, то, что в неожиданных, а с теми, с которыми мы имеем дело постоянно, с ожирением, как с фактором риска развития различной формы патологии, и эндокринной, конечно, и сердечно-сосудистой, и канцерогенезы, и, в общем-то, есть... Этология опорно-двигательного аппарата, чего угодно, да. И вот действительно была установлена связь, что ожирение и продолжительность сна тоже связаны. При сокращении времени сна мы можем увидеть риски развития ожирения увеличиваются. То есть вот нормальная продолжительность сна, а вот увеличение рисков развития ожирения при сокращении времени сна. Опять же, мы видим правую часть этой кривой загадочной, как и при других состояниях, что и при удлинении сна почему-то риски развития ожирения увеличиваются. Опять же, это объясняет тем, что в правую часть попадают люди с другими формами патологии, которые сами по себе еще способствуют развитию ожирения. И мы в свое время в эндокринологическом научном центре провели такую совместную работу с эндокринологами, когда они занимались пациентами с избыточной массой тела, брали их в программу по снижению массы тела, и было показано, что, например, у больных с ожирением, у которых есть бессонница, не обное, а бессонница, более все-таки легкая в отношении последствий нарушения сна, степень снижения массы тела отличалась. Если бессонница имела место, то снижение было небольшое на 5%. То есть труднее было худеть. На фоне такой стандартной программы контроля калорийности питания и увеличения физической активности. 5-10% вы видите, что уже без бессонницы лидировали. Люди, кому удалось сбросить массу тела на эту цифру, и те, кому удалось сбросить на 10%, из них, соответственно, четверть не имела бессонницы, и каждый десятый, здесь 11%, соответственно, из них, из имевших бессонницы, только удалось достичь такого целевого показателя 10%. То есть да, действительно, нормальный сон, достаточный по времени, отсутствие бессонницы, то есть грубого нарушения структуры сна, необходимы, по-видимому, и для обеспечения таких правильных обменных процессов, в том числе необходимых для достижения оптимальной массы тела. И вот было такое интересное исследование, когда просто увеличение времени сна, когда оно не то, что заставляли людей, но настоятельно рекомендовали им увеличить время сна, и тем, у кого удавалось это сделать, вот они показали, что у них в наибольшей степени изменились показатели массы тела. Вот я не помню про это исследование, было ли там какое-то диетическое вмешательство, по-моему, не было, там только просто рекомендовали больше спать, и они чудесным образом похудели. Вот для меня загадка, как было реализовано это исследование. И есть несколько таких ярких еще примеров, которые в неврологии мы всегда обращаем внимание на особенности сна пациентов, поскольку это прямо нас выводит на диагноз заболевания и на перспективу этого пациента, на перспективу лечения, на прогноз этого заболевания. Я помню, знаете, академик Ларешкин при паркинсонизме показывал вот эти же картинки. Картинки, поведение. Болезнь паркинсона это один из признаков. Очень часто, да, нейродегенеративное заболевание с определенного возраста. И если мы наблюдаем появление вот такого расстройства сна, которое называется расстройство поведения в быстром сне, мы начинаем очень настороженно относиться на предмет того, не разовьется ли у этого пациента в ближайшее время болезнь паркинсона, и не нужно ли активно, по крайней мере, проводить диагностическое обследование. Напомню, в чем заключается это состояние в том, что человек начинает переживать содержание своих сновидений. В норме, когда мы видим сны, сновидения, правильно говорить, мышечный тонус отключается. Есть механизм, который отключает наши мышцы в это время, поэтому мы не прыгаем, не бегаем, не кричим, мы лежим спокойно, смотрим свой сон. А вот в некоторых случаях вот этот механизм блокады мышечного тонуса нарушается, и он случается в основном в определенном возрасте, в основном у мужчин, и это приводит к тому, что человек начинает себя очень активно вести, кричать, размахивать руками, драться, пытаться наброситься на партнера, если ему кажется, что он с кем-то... Увечья даже причиняет. С кем-то борется, да, и, конечно, с таким человеком очень трудно находиться рядом, трудно с ним спать. Интересно, что диагноз этого состояния, он очень простой на самом деле, потому что есть такой замечательный феномен, при этом состояние называется изоморфизм. Вот этот человек, после того, как с ним произойдет этот приступ, он его отлично помнит, и он отлично помнит сон, в котором он что-то делал, и вот эти его действия, которые он демонстрирует, они абсолютно соответствуют в содержании его сновидения. Он им рассказывает, что мне снилось, что я с таким-то человеком поздорил, что я его ударил, и все то же самое происходило с ним, так сказать, наяву, о чем рассказал его партнер. Вот почему мы очень настораживаемся, когда во время сна мы обнаруживаем этого пациента, или он к нам приходит с этими жалобами. Давайте я вам покажу, как это может выглядеть. С одной стороны, конечно, это неприятно для него и для окружающих, вот ему кажется, что он бежит, да, вот он побежал. Потому что настолько интенсивный этот двигательный позыв, что блокада мышечного тонуса во время сна не справляется. Очень много исследований, которые отследили уже этих пациентов, у которых начиналась много лет назад вот эта форма парасомни, и оказалось, что у 90% из них, да, у 91% из них в дальнейшем развивается нейродегенеративное заболевание, и в абсолютном большинстве случаев она относится к группе альфа-синуклеинопатии. Это болезнь паркинсона, когда альфа-синуклеин этот накапливается. Это деменция с тельцами леви, еще более тяжелая форма паркинсонизма. И это множественно-системная атрофия, но это еще более редкое заболевание. То есть вот когда мы имеем дело вот с этой формой парасомни, это сразу нас выводит на прогноз. И прогноз обычно не очень перспективный, скажем так. И я уже говорил о том, что еще в неврологии, в нейронауках сейчас очень популярна вот эта тема очищения мозга, и как раз это заслуга сомнологии, что впервые во сне в 2013 году было показано, что вот в полтора раза увеличивается вывод амилоида из головного мозга именно тогда, когда мышка в данном случае, не человек, а мышка засыпала. Это прямо в реальном времени было показано при помощи этого конфокального микроскопа очень точного, и зарегистрированы вот эти вот показатели. И сейчас многие лаборатории мира работают как раз над тем, чтобы этот механизм открыть. Каким же образом во время сна происходит вот это открытие межклеточных пространств? Если мы сможем найти способ управления этими пространствами, мы сможем, может быть, управлять болезнью Альцгеймера, снижать вероятность ее развития. Вот я тоже участвую в Гранте совместном, в Саратовском госуниверситетом, где при помощи физических воздействий, при помощи света мы пытаемся изменять вот эту вот ширину этих межклеточных пространств. Другие группы ищут химические агенты, которые это пытаются сделать. Эти группы при помощи даже звука есть, пытаются открывать эти пространства, хотя во сне достаточно непонятно, как при помощи звука можно дальше поддерживать состояние сна. Вот. И действительно, эти данные были достаточно давно получены, еще 20 лет назад, что нарушение сна, когда, по-видимому, недостаток сна приводит к тому, что меньше времени на вот это очищение мозга от бета-амилоида, приводит к тому, что когнитивные функции быстрее снижаются, у пожилых людей, по крайней мере, чем у людей, у которых нет нарушений сна. То есть мы надеемся, что работа какого-то из этих коллективов, может, и нашего, приведет к успеху в открытии вот этой природы, вот этого состояния очищающей функции сна. Вот так выглядит прототип устройства, которое в Саратове сейчас тоже разрабатывают, и мы тоже будем участвовать в этом гранте. Так вот интересно эта шапочка, так сказать, выглядит, прототип, но это не точно наш. Наш будет еще красивее, еще лучше. С бантиком. Да, с бантиком. Ну, благодарю вас за внимание. Спасибо большое. В этой нашей традиционной рубрике я оттолкнусь вот от вашего последнего слайда с шапочкой со светом, с фотостимуляцией, и зачитаю совершенно свежее новостное сообщение, как я люблю, в недавней работе ваших китайских коллег. Опубликована она была буквально на днях в журнале Cell Research. Описаны механизмы воздействия мерцающего света на процесс засыпания. Авторы продемонстрировали, что вспышки света частотой 40 Гц увеличивают внутриклеточную продукцию аденозина и его выход из клетки посредством специального транспортного транспортера во внеклеточное пространство в первичной зрительной коре. Аденозин, как специалисты знают, один из нейромедиаторов в головном мозге. Он способствует засыпанию, он накапливается, когда человек устает к концу дня и помогает ему заснуть. Ну, так я очень схематично. Что делали ваши китайские коллеги? Перед засыпанием, испытуемым, надевали очки, на которые эти очки подавали мерцающий свет вот этой вот частотой 40 Гц на протяжении 30 минут. И при этом наблюдалось увеличение общей продолжительности сна и сокращение времени засыпания. Ну, здесь на самом деле у меня вопрос совсем не про очки и не про свет. Вы про это все уже сказали, как вы делаете. Вопрос у меня возник. Есть ли белые пятна в картине биохимии сна? Мы редко с вами говорим о биохимии сна. Ну, известно, что мелатонин и аденозин как бы такие антагонисты. Ну, опять же, очень схематично. Да, один способствует засыпанию, другой вот тоже. Ну, у них разные рецепторы действуют противоположным образом. И существуют другие участники. Но вот что можно сказать, насколько изучена эта область, это же важно, потому что это может помочь создать какую-то терапию, если что-то еще неизвестно, а какая-то вдруг за этим кроется возможность создания эффективной терапии. И, кстати, еще вопрос, есть ли какие-то снотворные на основе аденозина. Ну, обычно бывает наоборот, что случайно какую-то терапию находят, а потом под нее подгоняют вот эту вот идею нейромедиаторов, как при депрессии, да, серотониновая теория. Почему? Потому что препараты, которые увеличивают содержание серотонина, оказались эффективны в отношении улучшения эмоционального состояния. Такую шутку слышал на зарубежном конгрессе. Это все равно, что сказать, что пневмония возникает от недостатка пенициллина. Потому что пенициллин вводят, пневмония уходит, да. Значит, виноват пенициллин, да. Ну и здесь тоже, что депрессия возникает от недостатка серотонина, оно это такое очень примитивное, конечно, представление. Ну, я считаю, что довольно неплохо сейчас изучена вот эта нейромедиация сна, поскольку, и это подтверждено именно фармакологическими уже вмешательствами, действительно показано, что главным веществом сна является гамма-аминомастная кислота, вот она является главным нейромедиатором в гипоталамическом центре сна, который называется вентролатеральная приоптическая область. И, собственно говоря, когда мы назначаем или принимаем снотворный препарат, такой классический гаммкергический, там, бензодизепиновый препарат, или Z-препарат, такой настоящий снотворный, мы усиливаем действие гамма-аминомастной кислоты, вот, медиацию именно в этом центре сна. А центр сна, он уже берет под контроль все другие центры мозга, подавляет центры бодрствования и заставляет переключаться вот в этот особый режим. По кофе он конкурирует с аденкозином, да, за рецепторы. Это другая, да, сейчас я расскажу. То есть вот эта гаммкергическая теория сна сейчас есть, на основании которой большинство снотворных работают, да. Есть еще не теория, есть другой взгляд с другой стороны. Не увеличивать сонные влияния, а наоборот ослабить бодрствующую. Потому что есть мощная система, ну вот то, что открывали еще Магуны Маруц, ретикулярная активирующая система, которая не дает нашему мозгу засыпать, которая поддерживает уровень бодрствования. На самом деле эта система, как бы, питается различными нейромедиаторами. Главными из них являются норадреналин, конечно, и дистамин и орексин. Вот эти вот самые сильные, самые мощные медиаторы бодрствования. Соответственно, если мы заблокируем какой-то из этих нейромедиаторов, мы получим снотворный эффект. Наиболее известен снотворный эффект антигистаминных средств. Дифингидрамин, дексиламин. Это снотворные, которые используют вот эту идеологию подавления гистамина. Есть сейчас противоорексиновые препараты снотворные, но в России, к сожалению, не зарегистрированы. Это снотворные пятого поколения, которые подавляют орексиновую систему. Тоже работают через эти нейромедиаторы. Через подавление норадреналиновой системы, ну, может быть, некоторые психиатрические препараты работают. Тут есть, например, предположение, что клозапин вот так дает снотворный эффект, потому что у него вот это адреноблокирующее действие выражено. Но в целом, действительно, концепция нейромедиации сна, она неплохо сейчас разработана. И аденозин, он как-то стоит в стороне, поскольку он не является таким настоящим, что ли, нейромедиатором. Почему? Настоящие нейромедиаторы — это которые обеспечивают передачу вот в этих нейронных сетях. Ну, адреналин, например, гистамин, специфических. Аденозин — это такой нуклеозид, это метаболический продукт. Вот когда идут химические реакции в клетке, аденозин — это трифосфорная кислота используется. От нее отщепляются фосфорные остатки. Раз, два, три отщепилось. Энергетическая емкость такая. Остался голый аденозин. И вот этого голого аденозина по мере работы клетки остается все больше и больше, и он начинает плавать в межклеточном пространстве или во внутриклеточном, и связывается со специфическими рецепторами аденозина. Чем больше идет стимуляция этих рецепторов, тем больше клетка тормозится, тем нарастает вот это так называемое давление сна. И вот то, что вы сейчас эту новость озвучивали, действительно пытаются каким-то образом заставить этот аденозин вырабатываться быстрее, может быть, через гиперстимуляцию определенных зон, где этого аденозина изначально больше, чем в других зонах. И когда он связывается со специфическими рецепторами, то усиливается действительно вот это вот снотворное влияние на другие центры мозга. Ну, напомню, что когда мы пьем кофе, мы блокируем эти самые аденозиновые рецепторы. К тому он и бодрит. Мы с аденозином давно на «ты» через кофе, только с другой стороны. То есть, да, это интересная новость, но она просто демонстрирует, что, в принципе, все идут по правильному пути, но пока универсального снотворного нет. Из наших с вами разговоров, многочисленных, я бы сказала, уже не первый раз вы в этой студии, у меня такое впечатление, что сейчас самым таким направлением, не то чтобы популярным, многообещающим и общепринятым является когнитивно-поведенческая терапия. Такая нехимическая. Да, но она очень медленно внедряется. Медленно внедряется. Вот за рубежом как-то... Алисты нужны, это тонкая вещь такая. Да, уже вот я вот про чудо когнитивной поведенческой терапии, про то, что она является методом выбора, но я про это слышу уже 15 лет. Но это не таблетка, которую можно прописать. Но в России вот мы с огромным трудом внедряем этот метод, потому что требуются люди, которые этим занимаются. На самом деле, любой врач может освоить эту методику, это несложно. Это не большая психотерапия, это не настоящая психотерапия. Это определенная программа, когда мы пациента учим правильно действовать, правильно мыслить. То есть мы заставляем его выполнять все те рекомендации, которые обычно пишут в брошюрке. Перед сном не прыгать, не скакать, телевизор выключить, в спальне обеспечить благоприятные условия и так далее. Но мы берем пациента за руку и заставляем его это неделя за неделей делать. И он на своем опыте убеждается, что да, удивительно, но это работает. Что вот эта глупость вроде бы, такая мелочь, а если правильно ее использовать, она работает. Вот пока нам не удается вот в такой массовом формате как-то все-таки наладить применение этого метода. И я почему возлагаю на эту телефонную программу очень большие надежды, потому что, пожалуйста, пусть врачи дают пациентам скачать. Пациенты сами разберутся, сами вот неделя за неделей смогут это провести вообще без помощи врача. Настолько это просто, да. И они все равно почувствуют эффект. Хоть на 5%, хоть, может быть, на 20% им ставить легче. Уже хорошо. И уже больше поверят в когнитивно-поведенческую терапию. Спасибо большое. Спасибо. Успехов вам. Спасибо.